Девушки отдыхают Который не стоячий фальц, а древний стоячий фальц Дело все в том, что я работаю в очках и вам советую Потому что от оцинкованного железа очень сильные блики И поэтому работать с оцинкованным железом надо только в очках, хватит на зеркальных Если полароид, то это вообще будет супер Так приступаем Вот мы отогнули кромку Малую кромку 30 мм, большую кромку 50 мм И сейчас мы подрезаем малую вот эту кромку Под 45 градусов Вот, то же самое делаем с другой стороны Железо не до конца, когда подрежешь, потом вот эти кусочки остаются Ну вот теперь мы его подректовываем с другой стороны Здесь расстояние у нас должно быть 2-3 мм Иначе у нас при разгибании железо будет напрягаться Дректовываем с одной стороны, с другой стороны И теперь вот эту вот часть тоже подрезаем Под 45 градусов Вот, здесь теперь отгибаем на загиб Так, чтобы руки не сломались Не повредились Вот, загнули эту сторону Вот, получился такой вот у нас Ну и с этой стороны тоже самое Здесь тоже самое сейчас подрежем Бросать нельзя с крыши Ничего, поэтому руками все Так, и здесь тоже самое Подгоняем поближе И то же самое здесь отгибаем Таким образом Вот, все Эту часть можно тоже отрегнуть Собственно говоря, все Мы сделали Заячий Пальцы Теперь эту кромку мы Отгибаем еще раз Вот эту вот сверху То, что у нас У нас где 5 мм Мы отгибаем кромку 20 мм Так, с этой стороны потом С этой стороны Ну, таким образом Отгибаем кромку У нас формируется Стоячий палец На парапете Вот, загнули теперь Вот эту янку Сейчас будем уплотнять Вот мы сформировали Одинарный Стоячий палец Ну, что у нас Угол немножко Уровняем его сейчас Здесь Уровняем У нас Уровняем был Вот, все Здесь у нас Сформировали Вот такой вот Стоячий Одинарный Фальц Все Уровняем 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 Уровняем